Всем привет, с вами SQ. Ну что, стоило мне было немного проораться на Ролл Пасс, так разработчики сразу же добавили нам нормальные тематические скины, которые более-менее относятся ко всей тематике Ролл Пасса. И давайте-ка сразу же с ними ознакомимся. Вот и как я и говорил в обзоре Ролл Пасса, вот такие вот скины и должны были быть в Ролл Пассе. То есть у него вот костюм в какой-то вот краске, в каких-то потертостях, вот на плече вообще какой-то кусок прожектора. Вот именно вот так и должны выглядеть скины в данной тематике. То есть люди просто идут по свалке, вот что нашли, то и надели на себя, и вот броня получилась. Вот более-менее это уже и подходит, и на этом спасибо, но не спасибо, а на том, что вы это добавили в кейсы. Также у нас есть новенький рюкзачок, и вот он мне, кстати, напоминает вот новую игру Кодзимы, где ты играешь курьером, где ты мусор с одной свалки на другую просто перевозишь постоянно нон-стопом и все. В общем, рюкзак клевый, вот мне особенно второй уровень нравится, третий вообще какой-то странный, очень как чемодан просто. Ну а также у нас есть вот такой вот скинчик, который, кстати, напоминает чем-то персонажа из Фалачей, так что к тематике он тоже отлично подходит. И главная, конечно же, награда это Мирада. Вот вы только вспомните Уазик из Ролл Пасса и посмотрите на эту Мираду. Теперь вы понимаете то, что разработчики прекрасно понимают, какие награды должны относиться к Ролл Пассу. Ну, за 600 ютс нам дают вот это вот, а в кейсы нам дают уже вот нормальные скины. Ну, разработчики, ай-яй-яй, по жопе получите у меня. Ну и как вы понимаете, сегодня мы будем что-то пытаться из этого выбить. И параллельно с этим я буду отвечать на ваши вопросики, которые вы мне задавали в сообществе на Ютюбе. Но прежде чем мы начнем, хочу напомнить вам о моем конкурсе. В каждом ролике я разыгрываю по 1000 рублей, и этот ролик не исключение. В этом ролике вы также можете урвать свою халяву. И чтобы получить ее, вам нужно выполнить три простых действия. А именно, подписаться на канал, поставить лайк на этот ролик и написать любой комментарий. Победителя я выберу рандомно в следующем ролике, поэтому у всех шансы равны. А вот, кстати, победитель из прошлого ролика. Ему отправляется 1000 рублей. Так что, если и ты хочешь поднять немножечко кэша, то подписка, лайк, комментарий и косарь твой. Удачи! Но прежде чем мы начнем открывать кейсы, давайте-ка посмотрим на рулеточки. У меня тут есть достаточно ЮЦ-шек, и я хочу прокрутить все рулеточки по 10 ЮЦ. Как бы, начинаем свой день с рулеточки. Не интересно. Идем дальше, в следующую рулеточку. А что это за говно? Не, ребят, папка точно пизданулся. Ну ладно, все-таки это 10 ЮЦ всего. Давайте-ка я все равно, ладно, прокрутим. Может, купон выпадет. Выпал жетон. Ну, за 10 ЮЦ, в принципе, нормально. Жетончик стоит 12 вроде как. Так, и все, да? А, нет, вот еще одна рулеточка есть, тоже. 10 ЮЦ здесь. Серебришка. Ну, серебришка это хорошо, это получше, чем граффити. Так, ну и давайте вообще посмотрим, что у меня здесь вообще есть. У меня есть немножечко ЮЦ-шек и немножечко кейсов. Давайте-ка начнем с ящика ролл-пасса 9 сезона. И мы сразу откроем все 11 ящиков. Серебро, штанишки и серебро. Понятно, ничего интересного. Также у нас есть сокровища магмы. Ну, это, наверное, вот сейчас снова ролл-пасса ящички. Граффити и серебро. Отлично. Так, и еще какие-то ящики-сюрпризы у нас тут есть. О, жетончики, жетончики это хорошо. Откроем еще вот этот скидочный набор, где дают также граффити и серебро. Сегодня, я чувствую, будет отличный фарм серебра и граффити. Так, и последние ящики ролл-пасса прошлого сезона. Все временное, все временное. Понятно все с вами. Давайте-ка еще посмотрим, что там у нас есть в классическом кейсе. Не понял. А, вот. Я думал, где этот скин. Он просто, вот этот скин, он вроде бы как вчера был мифический, насколько я помню, потому что он был на первом месте. Он был перед этим костюмом. Интересно. Ну, ладно. Скин более-менее к тематике подходит. Так что сильно ругать я его не буду. Ну, он мне не очень сильно нравится. Так что давайте-ка мы единожды откроем этот кейсик. А может дважды. Кстати, мне сейчас выпало два эпика. Ничего себе. А где граффити? Я хочу миллион граффити. Как в прошлом open-кейсинге. Сейчас мы до граффити догрузимся. И я буду отвечать на первый вопросик. Юмпик. А, у меня такой есть. Да, у меня есть два таких уже. А почему одни эпики? Вы что там? Кейсы сломались, что ли? Где граффити? Ни одной граффити, ребят. Вы представляете? Ладно, давайте-ка еще пару раз. Можно потише? Спасибо. Давайте пару раз откроем премиум ящик. И я буду отвечать на первый вопросик. Серебро. Кстати, дают нормальный серебро по 30. Это вполне нормально. Просто кто не смотрел мой предыдущий open-кейсинг, там вообще была жесть. Давали только граффити. А сейчас смотрите-ка, я вроде как открыл более-менее уже нормальных кейсов. Но ни одного граффити так и не было. Отлично, отлично. Итак, первый вопрос. Будешь ли ты снимать видосы про геймплей, а не только про донат? Хотелось бы посмотреть, как ты играешь. Ну, что я хочу сказать. На этом канале геймплей, наверное, ну точно не будет. Все-таки это не тот формат. Тут у меня всего лишь обзоры, сравнения и какая-то критика. Но дело в том, что уже много людей писали, что они хотят посмотреть, как я играю. И я сразу говорю, я не про-игрок. И играю я достаточно среднее. Но если вы так хотите и желаете посмотреть, как я играю, то я могу открыть свой второй канал. Который я назову, не знаю, как бы оригинально назвать. SQ Play я его назову. И раз вы так сильно хотите, то туда я могу заливать просто свои катки, как я играю там в Deathmatch, просто там с друзьями катаю. Может быть будут там катки с микро, может без микро вообще, без какого-либо монтажа. Просто заснял, сразу же выложил. Здесь обзоры, там геймплей и все остальное. Договорились? Договорились, спасибо. Ну а мы продолжаем дальше. И давайте-ка воспользуемся методикой тортия. Который открывает 9 ящиков по одному, а потом сразу десяточку. И ему там вроде как очень хорошо все падает. Давайте-ка так и сделаем. У нас здесь уже 2 открытых ящика. Добиваем до 9. И открываем сразу 10. Так, последний кейс. Ну смотрите-ка, эпиков, кстати, нормально так сыпит, но ничего интересного пока не было. То есть, хотя бы вот этот бы скинчик бы выпал. Не знаю. Итак, смотрите, у нас сейчас будет гарантированная награда. То есть, какой-то вот из этих всех скинов. И давайте-ка погадаем, что же нам может выпасть. Я смотрел другие опенкейсы, и всем падает либо, конечно же, эта маска бесполезная, либо же вот этот вот костюмчик. И, конечно же, я хочу костюмчик. Но я ставлю на эту ебаную маску. Так что открываем по 10 и смотрим на гарантийку. Бл***ь! Я просто ванга. Та-та-та-та-та. И все. Ужасно. Ужасно. Дайте мне хоть что-нибудь. А то люди говорят, что я только и делаю, что и хейчу. Но а как за это не хейтить, блин? Когда вот выпадает ненужная херня. Вот, смотрите. Ну как это называется вообще? Ладно, давайте-ка перейдем к классику. Немножко покрутим, и я буду отвечать на следующий вопросик. Все, понятно. Сегодня мы, походу, опять ничего интересного не увидим. Но, слава богу, у нас есть вопросики, которые вы мне задаете в сообществе на ютюбе. На которые мы сейчас и ответим. Планшет у тебя появился, а стримов все еще нет. Планшет-то это одно, а компьютер это другое. Я уже пытался делать тестовый стрим на этом канале, но он закрытый бы, вы его не видели. Зато видел его я, и я просто охренел. Настолько убогое качество было, это не описать словами. Это ниже чем 240p было. Как бы интернет у меня нормальный, то есть планшет тоже, но компьютер у меня, он вообще... Поэтому я сейчас скоплю на новый капухтер. Вот тогда уже заговорим о стримах. Просто я не хочу, знаете, вот стримить с планшета через вот эти вот программы. Там качество просто убогое. Хоть в этих программах и написано, то что там HD, Ultra HD, Full HD. Но это не так, там качество 360. Нужно, чтобы и вам было приятно его смотреть, как бы. Да, будут оборудования хорошие, вот тогда будут и стримы. Как бы планшет взяли, одна цель уже выполнена. Следующая цель это капухтер и микрофон. Так что, ребята, ждем и надеемся, скоро все будет. На втором канале, конечно же, подписывайтесь. Вот внизу подписка, внизу подписка, быстрее. Давайте-ка посмотрим, что у меня тут еще осталось. Кстати, у нас здесь есть обычный кейс, из которого, кстати, в прошлом OpenCase мне выпал вот этот вот костюмчик. И давайте-ка сразу. Всего мы его откроем, все 8 кейсов. Жетончики, ну и все временно. Ну, для этого кейса сойдет. А-а-а! За 30 ЮЦ я купил, блин! Ха-ха, ну ладно, ладно. Поторопился немножечко. Ничего, бывает, бывает. Тут у нас еще 4 кейса осталось. Не бомби там. Курточка, ну, наконец-то уже. Хоть что-то сейчас мы ее сразу и примерим. Сейчас добьем и посмотрим. Так, понятненько. Давайте-ка посмотрим нашу новую курточку. Она, конечно, ничего такая, но не за это количество кейсов. Я пока очень разочарован. Ну, ничего, давайте-ка откроем еще немножечко кейсиков и будем отвечать на следующий вопросик. Граффити. Рубашечка. Серебришечка. Еще одна рубашка. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Кажется, этот опенкейс еще более хуже, чем прошлый. То есть, ничего, кроме этой маски и вот этой вот курточки я пока еще не получил. Очень печально. Я не знаю, ребят, мне все, опенкейсинги разонравились. Раньше я очень любил их открывать, но сейчас, после обновления, когда ящики реально сломались, все. Мой лимит терпения просто исчерпан. Ну, давайте-ка не будем о плохом. Давайте-ка лучше ответим на следующий вопросик. Какой ютубер по папку тебе нравится меньше всего? Давайте-ка я отвечу по-другому. Какой ютубер мне нравится больше всего? И не подумайте, сейчас будет не реклама, а моя просто реально рекомендация. То есть, вот эти вот люди, о которых я сейчас буду говорить, они даже не знают то, что я о них сейчас буду говорить. И первого, кого я хочу вам порекомендовать, так это Нерзул Гейминг. Вот, это вот единственный канал в своем роде. Он не просто интересный, он реально полезный. Ведь автор этого канала показывает и рассказывает на своем примере, как выполнить те или иные достижения в папмобайле. То есть, вы его просите, типа, Нерзул, покажи, пожалуйста, как выполнить, там, меткость. А он такой, без проблем. Вперед просто и выполняет любые достижения, которые вы ему скажете. А потом рассказывает о схеме и тактике, как же это быстрее выполнить. И скажу даже больше, он единственный человек на ютубе, который выполнил достижения уничтожитель. Я не знаю ни одного человека, ни одного блогера, который бы смог это выполнить. Так что, Нерзул, ребят, я точно рекомендую. Канал очень годный, реально полезный. Но насчет стриминга я хочу вам посоветовать два канала. А именно, Маришу Майскую и Рака Геймера. И давайте я вкратце объясню, почему мне нравятся эти стримеры. Вот просто зайдите на любой стрим по папмобайлу. Там люди, не знаю, они как будто комментируют футбол. Баги за 500 метров проезжают, они... Ооо, какой опасный момент, оо, какой опасный момент, оо, баги пролехали. Они сейчас всех друг друга перебьют. Реально как будто смотришь какой-то футбол, типа, что они там орут, зачем? И как бы вот этой наигранности ни у Маришки, ни у Рака нету. Ты как будто просто с друганом сидишь в уютной домашней обстановке и смотришь какую-то игрулю. И обсуждаете ее. Мало того, что они стримят очень часто, так они еще постоянно разыгрывают рпшечки. У Мариши, например, на стриме очень приятно сидеть. То есть она сама приятная, не матерится, не ругается. Чат тоже очень ламповый. И там просто реально приятно. То же самое и у Рака. Там тоже прям все очень кайфово. Поэтому если вы меня хотите выловить на стриме, то я всегда у них сижу. Они почти каждый день стримят. И почти всегда я у них в чатике сижу, либо захожу на кастомки и катаюсь с ними. И это реально достойные блогеры. Поэтому ссылочка на Нерзул, Рака и Маришку вы найдете в описании. Ну а мы тем временем продолжаем с опенкейсингом. И у нас осталось 890 ЮЦ. Это очень-очень мало, но мы все-таки попробуем хоть что-то да выбить. Нет, нам дают только сплошное серебро. Просто нон-стопом. Не, ребят, нам вообще ничего не падает. Не-не-не-не. Я не знаю, это уже второй опенкейс подряд, где мне ничего не выпадает. Но и тем временем мне хватит только на последний кейс. Поэтому давайте-ка я отвечу на последний вопросик. И мы будем заканчивать. Почему в Ролл Пассе нет парашюта и рюкзака? В прошлых же были. Братан, то ты чё? Рюкзак здесь есть. И он находится... В улучшении. Как только на счетчике будет доступно 8 миллионов покупок, так вам сразу же будет доступен вот этот вот парашютик. Сколько стоит шмот? Ну, рубашка у меня Zara, и она порядка там полторы-двух тысячи. Я стою в трусах, вы это, к сожалению, не увидите, не сможете. Они, не знаю, порядка 500 рублей. Поэтому сегодняшний мой шмот в 2000 рублей. Будет ли реакция на реакцию людей, которые делали реакцию на твои видео? Да, будет. И это будет просто в пушечном ролике разоблачения на Free Fire. Я там задену просто все важные аспекты, и от инфы вы просто охренеете. Ну, а теперь давайте мы охренеем от моей неудачи. У меня осталось 170 УЦ, это вот чисто на один ящик. Давайте я вам сразу покажу, сколько мне тут серебра надавали. 755. Переработать. По временному скинам у меня тут 2600. Ничего интересного мне сегодня не выпало, кроме этой злополучной маски. Чего вот я вспомню об этом роллпассе? Ничего, потому что на память мне вообще ничего не осталось. Но у меня остался единственный шанс все исправить. Я хочу пожелать вам, чтобы вам везло больше, чем мне. Поэтому я желаю вам побольше легендарок и мифических скинов. Ну, а мы на этом будем прощаться. До скорых встреч, друзья. С вами был SQ. Всем пока. Не, ну это пиздец. Субтитры подогнал «Симон»!